здравствуйте мои маленькие русофобы любители фейков а кто это у нас такой красивый сидит а кто это такой красивый это я красивый а вы надеюсь тоже как-то принарядились чтобы меня посадить просто сейчас будет выпуск мнение дилетанта тут несколько дней назад взорвали дочку александра дугина такого российского идеолога собственно расшизма и она сама примерно про тоже была хотя думаю что большинство из вас они не знают но не бойтесь я не буду об этом говорить кто это сделал там какие-то конспирологию поднимать выяснять для кого для чего украинцы не украинцы вообще насрать честно говоря и на эту дочку и на этого человека на кого еще пока не насрать это на россиян которым это все это происходящая война и прочее прочее не приятные которые хотят против этого как-то выступать и я хочу в этот раз с вами в очередной раз поговорить о том куда ведут вас ваши лидеры я не про путина я про хороших русских и русскую оппозицию связи вот со всей этой катавасии смотрите взрывают рашистку дочку рашиста и первое что пишет ксения собчак в ужасе от истории с дочерью дугина если это правда дети то причем действительно причем дети мариуполя бучи ирпеня и других городов украины в которых прилетела ракета и прилетела ракета потому что вот этот самый александр дугин вместе со своей дочерью конкретно говорили что надо убивать украинцев они идеологи всей этой фигни но то что видео 2 мая это уже уходить за все пределы я думаю убивать убивать и убивать больше разговоров никаких не должно быть как профессор я так считаю я несомненно против библейского закона кровь за кровь око за око и я думаю все видели я тут не радовался смерти дугина просто насрать я думаю как и большинство зрителей которые это все смотрят погибла какая-то рашистка ну и хрен с ней меня поражает что лидеры российской оппозиции выставляют трагедии смерть человека который являлся проводником противоположной им идеологии как трагедию при этом смерти украинцев которые как раз борются за то что вроде им близко вообще игнорируются типа ну там да путин зло россия нападает на украину уберите войска с украины но взорвали рашиста в москве давай все выражать соболезнования да может кто-то к себе скажет что собчак это не лидер российской оппозиции но я вам напомню она была любовницей яшина того же вашего любимого который сел сейчас это все одна тусовочка понимаете они явно с дугиным знакомы то есть они могут быть с ним не согласны по этой идеологии но руку они ему подают на вечеринках здороваются общаются и выражают сочувствие за что детей детей-то за что напомню этому детенку 30-летней этой кобыли 30 лет на минуточку и она давным-давно участвовала в всяких пропагандистских поездках потому вот недавно что на азов стали тоже была когда его освободили ладно ходорковский пишет в своем 3 3 твиттере не могу не сопереживать александру дугину у самого дети и внуки гибель дочери трагедия и вдвойне когда думаешь не связано ли это с твоими призывами убивать 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 хватит жертв довольно делать русский мир синонимом смерти не знаю для меня это примерно то же самое если бы например сына лукашенко давайте виктора лукашенко взорвали в машине и ему бы выражала сочувствие тихановская белорусы могут себе такое представить или я не знаю у януковича сын взорвался хотя кому тоже нахрен нужен и зеленский бы выражал сочувствие я понимаю что фигуры неравнозначные это все но я утрирую чтобы вам пример показать и это человек лидер оппозиции наверное опять россияне скажут а что такого в том чтобы выразить сочувствие человеку если это человек да а если враг вы будете выражать сочувствие врагу который желает вам смерти который делает все чтобы вы жили так как он хочет так может быть они не враги вот у меня возникает вопрос может быть вся эта шобла они не враги а спокойно общаются изображает ходорковский изображает из себя демократичного чувака по-хорошему если бы он в нулевых победил они путин он был бы таким же путиным как насчет такого ты накапливаешь репутацию свою политическую годами а потом вот такими вот заявлениями сопереживая чистому злу потому что дугин проводник чистого зла он рассказывает о евразийстве вообще лучше всего о нем сказала валерия ильинична новодворская давайте где-то сейчас я включу александр дугин ну это приездная рожа вы не думаете что он фашист это прагматик у него профессия просто такая он фашистом работает но дугин не получил ожидаемого корма потому что липен был крайне шокирован таким сподвижником он все-таки европейский политик во первых дугин не говорил ни на одном языке потом он был больше похож на совка чем на евразийца но он нашел корм в других местах генштабе он стал разыгрывать из себя фашиста и писать книжки для генштаба за что его кормят очень хорошо и по всем каналам пускают как восстановителя русской идентичности при этом он ни во что не верит а верит он только в бабло это его единственный бог даже как у и к ней мы еще вернемся так вот проводник чистого зла а ты ему выражаешь сочувствие зачем что что это сделает и почему а почему это плохо у меня спросил вообще почему это плохо это потому что ты являешься для очень многих людей в россии сейчас вот эти люди они являются некоторыми ориентирами моральными и нравственными потому что очень многие люди сейчас потерялись и не понимают на каком они свете и что делать и они вот ориентируются вроде вот не на упырей типа путина да или там кто у нас есть симонян соловьев и прочее а вот вроде демократические европейские либеральные лидеры и они вот такое делают и человек думает ну наверное это правильно наверное действительно что-то не так происходит или вот юлия латынина я тоже постоянно вспоминаю периодически латыповой называя убийство дочери дугина чудовищно бессмысленно и страшно она там в порядке клеваний не первая и даже не тысячная какую бы фигню она там не писала ну во-первых латынина это это практически сразу после убийства да то есть латынина конкретно практически сразу считает что это сделали украинцы получается потому что она считает что ее эту дугину я не дугину платонова по моему фамилия взорвали за ее вот за то что она дочка дугина украинцам вообще нахрен не нужен на самом деле этот не дугин не его дочка потому что их убийство ничего не изменит в этой войне но светоч российской демократии видимо юлия латынина практически сразу считает что это убийство за деятельность отца и считает вполне нормальным об этом написать и рассказать о многих ли убийствах украинцев за эти шесть месяцев она написала да конечно да блин им на срать то украинцев и на убийство украинцев их волнуют свои шкурные интересы потому что это все это человек из тусовочки значит латынина в этой тусовочке ходорковской тусовочкой это между собой вась-вась что-то решают а вам только вот транслируют такие мысли и дальше дальше множество вот таких сообщений другой посыл я видел ушло сберга у каца тоже что идет расчеловечивание россиян вот эта ненависть к дугиной дугину типа так нельзя вы сами тогда превращаетесь в путина смерть дарьи дугиной это ужасная трагедия и мне жаль ее семью ее саму лучше бы этого не случилось я сам в начале этой спецоперации просил украинцев не ожесточаться вот все все стримы каждый день же были стримы практически месяц старался сделать так чтобы не было этого ненависти несмотря на войну но что ты можешь сделать когда происходит буча когда вот так уничтожаются города как мариуполь северодонецк что там пески последняя когда армия которая заходит на твую территорию делает все чтобы ее ненавидели как как по-другому и сейчас через полгода я считаю что наоборот ненависть у украинцев это защитный механизм иначе можно с ума сойти действительно это пока идет эта война для украинцев нормально ненавидеть своего врага я могу по себе сказать что я несколько человек ненавижу и желаем им смерти я думаю все белорусы знают этих людей фамилия на лука начинается заканчивается нашенко и еще несколько глав карательных органов беларуси когда они умрут то есть я вот раньше этого муаммара каддафи вот как его убили этот чуть-чуть не разорвали на части казалось как же так можно я вот понимаю как так можно что людей до этого доводит это совершенно не красит абсолютно нет но она позволяет дальше жить если вы будете вот такими мальчиками колокольчиками которые когда убивают вашего врага этому нельзя это приветствовать это бесчеловечно так вот нет как показала спецоперация среди россиян очень много животных просто это даже не люди просто не люди и лидеры вашей оппозиции которые как раз вам и должны вот это говорить то что я вам говорю продолжают вас спокойненько спокойненько боже мой взорвали кого-то в москве и пусть была бы его воля он бы нас убил мы продолжаем быть гуманными мы продолжаем быть против всего этого каждый день в украине наверное десятки вот таких женщин умирает 30-летних они не воюют они не 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 в армии находятся в них ракеты прилетают и они тоже чьи-то дети обращаясь к семье собчак кац записывает видео ай-яй-яй как плохо радоваться смерти расистки да наверное плохо я соглашусь в этом что-то есть нездоровое но дело в том что это не дело каца блин он не психолог он политик наверное он так себя считает а политик он должен рассказать о том что вам как ему относиться к тому или к другому а что делать чтобы этого не было так вот чтобы не радовались смертям расистов надо чтобы война закончилась чтобы вывели войска с украины чтобы проплатили репарации и так далее а пока этого не будет будут радоваться смертям понимаете как и со стороны расистов радуются смертям украинцев это война еще кто-то не допер что это война все еще непонятно до сих пор и мой посыл этого видео не в том что надо радоваться не надо радоваться в том что ваша оппозиция дорогие россияне вас никуда не ведет она изображает деятельность они видео блогеры блин как и я в общем то вот я такие же такие же такие же видеоблогеры в общем то потому что им важны ваши донатики чтобы просмотры были им не важно им не надо ничего изменять в стране наоборот они даже хотели бы что так и осталось они вот сейчас по уезжали все немножко устаканится они вернуться и продолжат рассказывать какой режим хреновый они поэтому и не убиты то я возвращаюсь к новодворской и немцову все реальные настоящие люди которые хотели изменить страну сделать россию свободной они убиты потому что они представляли опасность какую опасность представляет тупенький мальчик кац который все что может это спускать вас в свисток рассказывать что все нормально успокоить все само развалится не надо ничего делать даже блин наши травоядные оппозиционеры в беларуси уже доперли что надо что-то делать собрались в вильнюсе решили что надо физическое сопротивление знаю как они что они сделают возможно тоже ничего не сделают но там точно никто блин не выражал сочувствие никаким этим белорусским портогеносцы а у вас как одна тусовочка с одной стороны мы против путина а с другой стороны сочувствуем идеологу путина а знаете у кого еще дети были у мамы геббельса например не хотите выразить сочувствие по поводу гибели геббельса и все и все его семьи сколько нам детей траванул пятерых не помню сколько у него было я вас прошу прекратить считать и говорить но не знаю в россии наверно вообще сейчас лучше в принципе не говорить однако вы находите время и силы прибегать и требовать от меня к себе особого удовольствия отношения особого удовольствия и особого удовольствия можете требовать от меня ладно от украинцев требовать какого-то отношения так вот я вас прошу во первых перестаньте говорить что это путин развивал развязал войну с украиной ни хрена подобно уже давным-давно понятно что это россия воюет с украиной россия вся страна вот так не в едином порыве так и против немцев советский союз не в едином порыве воевал были коллаборационисты дальше возьмите ответственность за свою жизнь в свои руки я не имею в виду сделайте что-то чтобы украина победила не считайте что вот эти проходимцы я бы их наверно так назвал что-то для россии сделают или расскажут да хотя бы вам хоть какой-то план дадут выйти у россии только два пути сейчас осталось либо она будет жить вот в таком неофеодализме при путине либо будет гражданская война другого пути нету к сожалению ничего само собой не рассосется никак я думаю но это уже всем понятно либо гражданская война либо вы смиритесь с тем что вот такой неофеодализм существует сейчас в россии будет продолжать быть и смерть путина его никак не изменит эта система останется даже когда умрет путин ну и третий выход конкретно для вас это иммигрировать что например сделал я я говорил в своем видео об иммиграции в 2018 году что выбора только такой есть потому что я не могу например идти в революционеры убивать людей я вот так не могу но появятся какие-то другие лидеры в россии которые это поведут либо не появятся и останется все так как сейчас есть да вы наверное меня спросите я специально походил по лидерам оппозиции почитал что они пишут по поводу или говорят по поводу смерти дугиной я можете меня еще добавить дополнить в комментариях может я кого-то пропустил но всего два двух человек я увидел которые вменяемое что-то сказали это конечно не взоров который постоянно наваливает как это ваша молодежь говорит базы по всему этому поводу но дело в том что невзоров не политик он именно что журналист и всегда был таким журналистом циником причем не факт что он во все верит в то что он это говорит но он очень хорошо говорит и по поводу смерти дугиной тоже все хорошо написал ну а политик действительно настоящий российский политик который правильно ответил в моем представлении как нормальные люди должны это отвечать это евгений ройзман когда его спросили на видео что он думает по поводу смерти дугиной он хорошо ответил что я не собираюсь выражать нет давайте я просто сейчас вставлю то что он ответил я далек от этого я скажу честно я вынужден следить вынужден смотреть вынужден думать но я далек от этого комментировать не тут тоже не охота люди которые призывали смерть и войну на головы соседи но вдруг обижается что соседи радостно отреагировали что у них не стало вот такого раздражить поэтому мне не охота об этом говорить вообще если я начну сейчас выражать сочувствие это будет не искренне врать я не умею не хочу поэтому что случилось то случилось вот это ответ здоровый ответ политика человека причем он находится как раз в россии в отличие от того же каца который из израиля рассказывает как нам не надо быть такими как путин послушать если вы ненавидите врага который очень много плохого вам сделал ни за что вот кстати провод что по-вашему украинцы сделали россии вот что украинцы сделали россии они уже даже за тепло до до этой спецоперации ничего не сделать так уже за полгода спецоперации за полгода украина все еще ничего плохого россии не сделала все еще а сколько преступлений россияне совершили на территории украины и у вас еще все еще до сих пор претензии и вам лидеры вашей оппозиции говорят радость от подобных смертей сделает из вас путина радоваться плохо смертям в мирное время когда идет война тут либо вы либо вас лидеры российской оппозиции это вы еще до сих пор не поняли за полгода что идет война да на самом деле они все поняли они все поняли они просто говно на палке понимаете они политики им не надо что-то изменять они видеоблогеры вот и все вы хотите идти за видеоблогерами я бы вам не рекомендовал на этом все я надеюсь что до каких-то россиян я смог достучаться чтобы они не следовали бездумно вот за этими блюстителями морали я даже как-то назвать но это просто травоядные животные вот это не оскорбление что они животные а просто ну вот такие мямли какие-то понимаете которые изображают из себя лидеров мнений это даже лидера мне даже лидерством невозможно представить чтобы это было в общем дорогие россияне плохими для вас новости и правят вами не очень хорошие люди и в оппозиции к ним совсем по моему не лучше так что будущее мне кажется для россии нет ну дай бог я буду дай бог мне ошибиться на этом все нет ребята еще не все вот прям монтирую это видео искал вот это видео с ройзманом чтобы вставить о его отношении ко взрыву и читаю что 15 минут назад евгений ройзман задержан екатеринбурге в не в отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии это он что он им голый что ли открыл дверь в общем в общем и ройзмана еще задержали обратите внимание на логотип мэш в этом видео то есть позвали вот эту кремлевскую помойку еще это все снимать если вы кто-то вдруг подписан на мэш я не знаю зачем вы это делаете видимо поддерживаете кремль рублем и лайком удачу вам сообщается что идут обыски в музее невьянской иконы которую ройзман создавал а также в фонде ройзмана ну в общем понятно я вообще на самом деле удивлен что так долго ройзмана не задерживали просто видим у него очень большая поддержка на урале и вот найти представить что он может поднять на урале людей я вполне себе представляю все таки бывший мэр екатеринбурга как-никак ну дискредитация российской армии хотя понятно что больше чем сама российская армия никто российскую армию не дискредитирует ну удачи еще одному российскому оппозиционеру в тюрьме слава беларуси живи украина и дай бог что там у россии что-то произошло так и а а а а и и Техника!